Война 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 never changes Игра вышла осенью 2004 года в Европе И лишь весной 2005 добралась до странной снеги Хоть сейчас игре уже идёт 15-й год Но от этого она хуже не становится И к ней хочется возвращаться вновь и вновь Игра создана в жанре RTS стратегия В которой присутствует аж 4 фракции Это как мы видим из синематик трейлера Космодесант и Зеленокожие Орки Также в игре нас ждут Хаоситы и Эльдары И в качестве неиграбельной фракции присутствуют имперские гвардейцы Однако закончим синематик трейлером И перейдём к основной кампании Кампания разделена на 11 миссий И, к сожалению, разнообразием она не блещет Нам остаётся играть только за отряд кровавых воронов Пафосных и крутых космодесантников Суть первой миссии заключается в том Что на планету Тартара совторгаются орки И имперские гвардейцы, неся большие потери Обороняют космопорт Тут на головы Зеленокожих приземляются наши кровавые вороны Во главе с Габриэлем Ангелосом Первая миссия свойственна является такой, можно сказать, обучающей Нас обучает основа марта стратегии Это захват точек и постройка зданий После чего мы формируем небольшие отряды И проводим зачистку космопорта от Зеленокожих Зачистив космопорт от Зеленокожих Наш отряд пополняется новым персонажем Это Библиарий Получив нового персонажа к нашему отряду Мы плавно переходим ко второй миссии Во второй миссии разработчики решили научить нас Пользоваться маскировкой разведчиков Которая активируется под нашим управлением Поначалу может показаться, что эта миссия полностью проходится на стелсе Но Вархаммер не был бы Вархаммером Если бы это было так Получив под свое командование отряд, имеющий снайперские винтовки Мы благополучно используем его с целью нейтрализовать босса И на этом стелс заканчивается Благополучно разбив остатки орков Мы переходим к третьей миссии Которая заключается в обороне города Орки прут со всех сторон Надо свасти мирное население И также удержать свои позиции Благо наш капитан не так уж и глуп Он отправил отряды космодесантов Занять два фланга наступления Отыгравшись от дефа, мы переходим в благополучное контрнаступление И отбиваем город под свой контроль Разбив армию орков, которая наступала на наш город Мы видим, что орки отступают для перегруппировки с более сильными частями Также стоит отметить шикарную озвучку орков в старом Dawn of War Вы только оцените эти голоса Попробуйте не только жрать в свою башку Но еще и думать ей Мы орки И мы рождены для драк и победы Конечно, не уровень Варкрафта Но и так звучит, в принципе, неплохо В начале четвертой миссии нам демонстрируют, наконец, третью сторону конфликта Это силы хаоса, которые используют орков в своих интересах Помимо показанных сил хаоса Из нового нам дают потрогать вихри Так называемые пусковые установки сил космодесанта Очистив плацдарм под свою базу Мы переходим к полномасштабному наступлению Под конец этой миссии Нас знакомят с мастодонтом орков Огромной твари с кучей тысяч хп Которую надо загасить, пока она не загасила наши отряды По окончанию миссии Нас знакомят с новым персонажем Лорд Инквизитор, который прибыл сюда с миссией Защиты мира от ереси и сил хаоса Добро пожаловать на Тартарус, Инквизитор Тодд Благодарю вас, капитан Но у нас нет времени на любезности Вы и ваши люди должны покинуть планету Немедленно! Так мы узнаем, что на планете проводятся эвакуации И в течение трех дней эвакуируют всех людей В том числе и наши отряды космодесанта Заметив отступающий корабль хаоса Мы отправились по его следу И прибываем на место неких раскопок Которые проводили, скорее всего, культистые хаоса Но прибыв на место, мы узнаем, что за нами следят Эльдары, четвертая раса, доступная в первом Dawn of War Эльдары, ведомые своими интересами Стараются помешать нам дойти до места раскопок Значительно пройдив армию Эльдар Мы, наконец-то, добираемся до места раскопок Которые они так отчаянно защищали Добравшись до раскопок Наши предположения о наличии хаоса подтверждаются Здесь проводили свои кровавые опряды Приспешники хаоса Увы, но даже в элитных войсках космодесанта Нашлось место предательству Получив с раскопок некие данные Библиарий сообщает нам правильный путь По которому мы найдем источник сил хаоса Мы подозреваем, что это возможная засада или ловушка Но Библиарий нас как бы успокаивает Говоря, что все идет по плану Заняв передовые позиции К нам на помощь приходят имперские гвардейцы Которые будут прикрывать наш фланг В случае нападения зеленокожих Которые придут на звуки войны Собрав все силы в кулак Мы штурмуем базу Эльдар Которые окопались возле маяка хаоса К которому мы шли по координатам Очистив маяк от сил Эльдар Инквизитор убеждается, что хаос здесь действительно присутствует Особенностью следующей миссии является демонстрация нам Аватара Эльдар Мощного рукопашного юнита С несколькими тысячами здоровья На начальных этапах он будет представлять для нас серьезную угрозу Но мы не мы, если бы не были космодесантниками Развалив Аватара как очередняру Мы переходим в контрнаступление Теперь нам ничто мешает на нашем великом пути Наконец, прорвавшись через полщища Эльдар Мы находим артефакт Которому мы проделали такой долгий и сложный путь Пока мы беседовали с командиром Эльдар Прибывает чернокнижник хаоса И просто воруют его буквально у нас из-под носа Следующая миссия начинается с того, что мы находим еретиков Который проводит обряд по освобождению ключа Который у нас ввели в конце прошлой миссии Прорвавшись через армию хаоса Мы штурмуем ворота церкви За которой находится наш ключ Сломав главные ворота Мы прорываемся в храм, где проводят свой черный обряд К нам приходят имперские гвардейцы Но, к сожалению, они оказываются предателями Разобравшись с каждым из них Мы видим, ключ был похищен Благодаря этому ключу откроется артефакт В котором находятся самые страшные демоны хаоса Догнав силы хаоса Мы стараемся опередить их призыв демона И разгромить их силы Массовой атакой при поддержке Лояльных нам имперских гвардейцев Разгромив основные силы хаоса Мы подходим максимально близко К чернокнижнику и лорду Бау Однако, никто не мог предположить Что Синдри, этот коварный чернокнижник Переиграет всех И предаст даже своего предводителя И вот, убив лорда Баала Мы почти добрались до камня Но тут появляется предатель Как я и обещал Он твой Бери же Изидор, мой друг Увидев, как наш близкий друг Изидор предает нас Мы не можем такое простить Догоняя отступающие легионы хаоса Мы готовы свершить праведную месть Уничтожить каждого еретика и предателя Однако, наш командор в гневе И готов уничтожить лично каждого хаосита Лишь бы найти Изидора И покарать его своей дланью правосудия Перебив оставшиеся части хаоситов Мы наконец-то встречаемся с Изидором Между нами завязывается бой Ты победил меня Я не могу поверить Я заблуждался, Габриэль Сильно заблуждался Я думал, что сумею удержать силу Хотел применить ее на благо Империи Во имя добра Ты должен понять Дай мне шанс искупить мою ошибку Дай мне избавление Если избавление это то, что ты ищешь Я дам тебе избавление На этой пафосной ноте мы переходим к финальной миссии Инквизитор убеждается в нашей преданности Императору И вверяет в наши руки Молот демоноборца Приняв подарок Инквизитора Нам сразу же демонстрируют того С кем нам предстоит сразиться Этим молотом Этот демон-принц является финальным боссом Финальной миссии первого Донафор Собрав все силы космодесанта Мы штурмуем демона Отыгрывая тактики Заваливаем трупами И я просто начинаю десантировать дредноутов на его голову И вот демон-принц Наконец-то повержен Видящий Эльдар пытается нас вразумить И сказать, что уничтожение этого артефакта Высвоеводит нечто злое Но мы, как преданный богу Императору Космодесантник Принимаем решение Уничтожить одним сильным ударом Молота демоноборца Этот камень В котором заточено Нечто злое Увы Видящая Эльдаров была права И мы действительно высвободили демона Которого еще не видела эта вселенная И на этом моменте Заканчивается первая часть рассвета войны Что хочется сказать насчет сюжетной кампании Да, многим она тогда на момент выхода не понравилась Но мне доставило удовольствие проходить ее даже в 2020 году Есть такое ощущение Что к первому Dawn of War Как и дополнением для него Я буду возвращаться Вновь и вновь Думаю, как и вы Мои любимые зрители А на сегодня все Не забывайте оценивать ролик Ставить лайки Оставлять свои комментарии Посещайте группу ВКонтакте Ну и о стримах не забывайте Всего доброго Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok